Друзья, вот что бывает, когда они прислушиваются к советам или рекомендациям старших товарищей. Вот привезли мне такие батарейки с автомобиля Mercedes Atego. Предыстория такова. Я приехал парняга с рейса, дружище с рейса. Пробовал завестись, что-то не крутит, блядь. Но первым девом привез ко мне батарейки. Блядь, Олег. Походу я доехал на генераторе, аккумуляторы не крутят. Mercedes я не завел, блядь. Не смог завести, стартер жует, но видать батареи сели, блядь. И привез вот в таком состоянии их. Да, разговора нет, они подразряженные. Обе подразряженные. Ну, подразряженные они будут в любом случае, потому что в автомобиле стоит автономка. И вот этот разряд, он накапливается. Это камешек в огород тех, кто ездит на таких грузовых автомобилях. И изредка не уделяют, вернее, должного внимания аккумуляторам. Спят на автономках. На автономках тепло, комфортно, блядь. Включил. Ничего не гремит. Тишина в зале, блядь. Спим. Утром дрюк завел и поехал. Ну, посмотрел на вот эти параметры, которые показали эти батарейки. Блин, дружище, смотри. Обрати особое внимание на состояние клемм. Блядь, да какие клеммы? Ты чё, блядь? Это Мерседес. Ты знаешь, чё такое Мерседес, блядь? Охуенно, чё такое? Это Мерседес. Клеммы там, блядь. Пиздец. Ну, мне-то похую, блядь. У меня работы, как говорится, предостаточно. Ну, ты делай, как считаешь нужно, блядь. Ну, и чё вы думаете, блядь? Вот. Снял генератор. Снял стартер. И как оказалось, вот в этом месте, блядь, клемма распалась, развалилась. Стоило посмотреть на клеммы, стоило разобрать. Вот эта центральная клемма, она вот у основания стартера отвалилась, видимо, от вибрации и держалась на одной сопле. Стартер как бы крутил, но из-за того, что сечение маленькое осталось, он не докручивал своей мощности, блядь. И вот такая хуйня получилась с нашим поросёнком, блядь. Так что, друзья, ну, иногда конечно, я стараюсь давать дурные советы, но нет-нет, проскакивает что-то дельное, блядь. Вот эту работу можно было, конечно, не делать, блядь. Аккумуляторы мы, конечно, ему обязательно подзарядим, доведём до нормальных номинальных значений. И дяденька поедет опять в свои рейсы. Так, ну, что ж, будем продолжать нашу дальнейшую работку.